Привет! Сегодня я вам покажу, как можно добиться разных эффектов, используя один и тот же сухой зеркальный пигмент. Для этого нам понадобится темный фон, я уже нанесла черный гель-лак и теперь наношу топ, без липкого слоя. Мой топ сохнет 60 секунд в диодной лампе. Сушим его и вот то, как и сколько мы его будем сушить, от этого и зависит, что мы получим в итоге. Итак, сначала попробуем сделать полную полимеризацию, то есть все 60 секунд. Наносим пигмент, втираем и ничего хорошего из этого не получается. Теперь попробуем сделать все то же самое, но просушить топ уже 15-25 секунд, то есть где-то 1 четверть от нужного времени. Наносим пигмент, стряхиваем лишнее, сначала просто, потом я стряхиваю специальной пушистой щеточкой и после этого начинаем втирать. Для этого можно использовать свой палец, не забывайте про перчатки. Либо это можно делать спонжем для теней, что на мой взгляд выглядит более эстетично и профессионально и на самом деле на результат не влияет. Либо еще это удобно делать силиконовой кисточкой, особенно в зоне кутикулы и боковых валиков, потому что так туда добраться нелегко. Стряхиваем лишнее и покрываем топом. Сушим в диодной лампе и вот что у нас получилось. В общем-то неплохой эффект, получилось такое мерцание, блестки. Очень многие клиенты, кстати, это любят. Теперь давайте попробуем другой вариант. Просушим 30 секунд, то есть половину нужного от нам времени. Наносим сверху пигмент, стряхиваем лишнее и начинаем втирать. Я уже по привычке сначала это делаю пальцем, затем спонжем. И как вы видите, вроде бы получился хром, но все равно там много зернышек и мелькает блесток. И вот как это выглядит на черном и на белом фоне. То есть вроде бы зеркало, но не совсем. Еще один вариант это 40 секунд, то есть 2 третьих от положенного времени полимеризации топа. Наносим пигмент, стряхиваем лишнее и начинаем втирать. Использую для этого аппликатор для теней. Втираем тщательно. Вот как вы видите, вот сейчас уже даже видно по этой половинке, что получается отличный зеркальный эффект. Вот как раз тот, который обычно все ждут от этих пигментов. И вот так это выглядит в конечном итоге. Обязательно уберите все оставшиеся блестки, чтобы они не попали под топ. И вот так это выглядит в белом и на черном фоне. И все 4 варианта, которые можно получить, играя с временем полимеризации и просушкой в лампе. Надеюсь, это видео было полезно. Спасибо, что были со мной. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok